Всем привет, с вами Андрей, мы продолжаем прохождение боевого мага, собственно, у нас 22 уровень, остановились мы, у нас вот такие вот способности в данный момент, остановились мы на вот такой вот элементарь, зачарование воды у нас, тренинг остались мы на том, что мы перешли на следующий 18 этаж, что тут будет не ясно, поэтому, знаете, просто подождем, пока маг нам подползет, маг это такая гемида, которая вешает на вас понижение улучшения, у нас у вас улучшение на плюс 7, то есть мы у нас, в принципе, не должны пробивать, но у нас он пробьет из-за того, что, собственно, голем. Как драться с големом? С големом надо драться на дистанцию, он сейчас экспортировать будет? Ну, вот вы сами видите, вот как я мог узнать, что этот говномаг на меня смотрит в лицо, а ну, не знаю, специально что ли, это сделано или нарочно, я просто не понимаю. Нам дали секиру, она бесполезная, ну, как сказать, ее можно использовать, но она, по сути, бесполезная. Огромное количество народу здесь. У нас кидает холод, но нам холод газики, не газики, у нас, наверное, отсутствуют, нет, у нас одни газики присутствуют. Давайте поделемся с элементарем холода, взьем его побыстрее. У нас ослепили, проблема в том, что вот здесь хорошее расположение, но нам нужно избавиться от мага. Собственно, мы избавляемся от мага. В нас пытается стрелять маг. Здесь присутствует еще один электрический элементарь, он очень больно будет бить нас сейчас электричеством своим несчастным. К нам подполз. Очень плохая комната стала. Мы ее не можем, как вы видите, маги прям сходу стреляют, даже не дают нам временно среагировать, что очень плохо. Собственно, получили еще один камень непробудного сна. Камень непробудного сна – это хороший камень, он делается из… Убил только что надоедливую муху. Камень сделается из, собственно, свитков сна. Вот из этих вот. Чтобы убить голема, нам нужно его просто в идеале сжечь, но мы… Ну, это наша самая сильная магия. Голем нас, кстати говоря, практически не бьет, но, правда, по защите. А без защиты он нам очень больно делает. Получили рассеивание ужас. Еще одного голема. Голем сейчас телепортировать будет, поэтому нам нет смысла в плотную климу проходить. У нас тут вода, поэтому нам бессмысленно. Будем драться с големом через контроль, через зачарование, не давать ему возможности нас бить по возможности. Здесь, скорее всего, переход, ну, с высоким процентным шансом. Слепняк, хорошо. На самом деле, мы можем не ботинки противники улучшить, я так думаю. А, собственно, редкий монах, очень-очень редкий. Ну, они, как и все остальные монахи, они сжигаются. Вот, единственная проблема монаха в том, что он сейчас приползет сюда. Выходим из травы, потому что монах, огромное количество монахов, просто, я не знаю, неимоверно огромное. Получили небольшое количество еды. Два монаха сюда ползут. Тут, скорее всего, нам нужно переодеть ботинки. Я надеюсь, нам в лицо не сильно много урона внесут. Нам нужно дождаться перезарядки. Давайте удобрим. Ну, сейчас это не самый удобный момент, поэтому используем скорость и просто от них убегаем. А, это, собственно, гигантский монах. Один из самых мерзких монахов, который вообще есть. Почему? Потому что монахов вот так хрен пробьешь, а они еще и в гиганта превращаются. То есть, это полный финиш. Что касаемо электричества, это хороший, собственно, дротик. Его можно использовать. В идеале, конечно, против двоих, но у нас... нет такой возможности. Переодеваем кольцо богатства. Правда, кольцо богатства считается одним из самых лучших предметов в игре, потому что благодаря кольцу богатства вы получите все остальное. Стоп тебя! Обратите внимание, у нас зажали. Нам урон в любом случае нанесут, поэтому... Используем щит на тебя. Монаха можно покайтить, но у нас, скорее всего, это не получится сделать, потому что монах... Там дальше идет вода. Гигантского монаха в идеале тоже убить надо. Но проблема в том, что мы используем воду в основном. Точнее, мы используем стихию огня. А у нас стихия огня нам слабовато. В идеале посмотреть, сколько у нас порча. Палочка порчена, сколько заряда идет. Нам дали еще одно изделие ощущения. Хорошо. А, гнида маг, давайте его... Ну, конечно. Кто бы сомневался, что ты гнида в меня выстрелишь. Но, как вы видите, если эта гнида вас увидела, у вас шансов не так много. Нашли зелье холода. На самом деле, нужно снять дебаф из себя. У нас присутствует ключ, мы можем войти. А тут, по идее, рекомендуется на начале брать сундук, в любом случае. В конце в лейте рекомендуется брать, что здесь присутствует в этой комнате. Потому что для вас в лейте это будет более полезно. Давайте полечимся, потому что у нас что-то очень сильно бьют. У нас пытаются помешать нам лечиться. Но у них это не получается, и мы долечиваемся до нашего максимума. Нам подсказывают, что присутствует чемпион на уровне. А у нас преимущество амфибии, поэтому мы плюс 1 на скорость против текущих моглах. Но против него можно использовать огонь. Но единственное, у нас тогда двери откроются, что нам не очень хочется. У нас присутствует также золотой ключик. И сюда телепортировался голем. Какая радость. А чтобы убить голема, его нужно раскайтить. Голема жирные, и из-за этого любые предметы не помещаются в узкие проходы. Если у вас, конечно же, броня позволяет, их можно потанчить. Сами голема жирные. Но если у моего случая, моя броня, я не уверен, хватит ли ей мощности. Поэтому мы не будем. Можно переодеть опять же кольцо богатства. Кстати говоря, по поводу этого. В идеале, конечно, перекрафтить его. Маг. Ну, по понятным причинам, с магом мы не деремся. Мы пропускаем. Как вы видели только что, дверь закрылась. То есть, тем самым маг ушел. Это гнида магическая возвращается. Почему гнида магическая? Потому что вы атакуете палочкой ее. А эта магическая гнида вам просто в лицо эту палочку пихает. То есть, она вам контратакует. У вас, собственно, это вдохновленный, скорее всего, чемпион. Он сфокусировался, но ему это не поможет, потому что он сгорит скорее всего. Ну, тут три моба, собственно. Еще и огненный элементарик нам пожаловал. Комната очень плохая и становится, но нам выдали немножко золота. Удачу стоит поставить обязательно для того, чтобы чуть больше золота получать. Ну, золото лишнее не бывает, как показала практика. Нам выдали свиток, но мы его не смогли забрать, потому что он сгорел. На самом деле удивительно, почему с элементаря выпал свиток, но не в суд. Скорее всего, богатство так работает. Давайте его покатим. Обратите внимание, если вы вплотную стоите к каким-то мобам, они вам будут еще одной ярости, пищей и, собственно, огонь. Кидаем на себя щит, насколько нам его хватит, и смываемся. Еще один миг бесполезный для нас, потому что мы уже определились с оружием. Круговая локация. Тут присутствует голем. На самом деле я удивлен, что он сюда телепортировался. В идеале големов, конечно, раскидывать, но, как написано в Википедии, големы, вы получаете только половинный процент опыта за тех мобов, которых вы скинули. На самом деле нам все равно, мы даже если и половину получим, нас это устроит. Давайте нам нужно перезарядить, собственно, наши предметы. У нас сейчас будет разогреваться очень долго, поэтому будем ждать, пока он разогреется. Чтобы он быстрее разогрелся, стоит использовать кольцо энергии. Потому что кольцо энергии скорость заряда артефактов, тем самым для нас она чуть-чуть быстрее должна заряжаться. Собственно, голем нам пока не интересен. Пускай спит. Здесь, скорее всего, проход. Давайте пробежим. А здесь, собственно, еда, что для нас прям вау. Нас ударили очень больно электричеством. На самом деле удивительно, почему, собственно, у нас свиток стоял на электрической ловушке. На самом деле это не честно, элементарно. Нам подсказывают, что вы ощущаете наличие смертельной опасности. Это говорит о том, что к нам кто-то идет. И, возможно, нам будет очень-очень больно. Что с высоким процентом шансом будет так. Но нельзя бить голема огнем, потому что мы, если будем бить голема огнем, мы, скорее всего, сломаем весь ланшот с уровня. Какая грязь. Что к тебе, огненный элементарь, а? Блин, как же недолюблив огненных элементарей, вы бы знали. Еще и огненный чемпион сюда пришел. Да вы просто и сделаете. Ай, блин. Нам просто не везет. Чтобы нам везло, нам нужно, скорее всего, как-то по-другому себя вести. Давайте разложим, получим плюс два уровня. Ой, блин, нам не откровенно не везет. Давайте сделаем себе, собственно, эликсир крови дракона по-другому, для того, чтобы он просто был. Также нужно сделать себе яд. Не помню, как именно он делается. Давайте посмотрим в рецептах. Яд, 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 яд. Ага, я понял. Собственно, грейдим первый яд. Грейдим, собственно, второй яд. И получаем эликсир зловония, дающий нам иммунитет. Скорость можно сразу же забафнуть. Так, скорость бафнули. Огонь нам, в принципе, поможет. Мы постоянно сквозь огонь ходим. В идеале сейчас еще раз улучшить очарование на доспехе, для того, чтобы просто посильнее себя чувствовать. Потому что нас вот прям очень больно бьет. В идеале сделать себе эликсир избавления, чтобы он просто лежал. Коррозии мы практически не бьем, поэтому у нас будет более полезное избавление. Коррозийный газ, это, конечно, интересно, но нам он не актуален. К нам идет огонь. Можно еще, как вариант, сделать огненную защиту себе, если у нас нет возможности. Да, здесь нет воды, как вы видите. Нам нужно менять экипировку местами. Давайте ее наденем. Солнечник это имба, все-таки, точнее, скорополох. Поэтому его особо не хочется менять. Это, по сути говоря, как часы. Только более лучшая версия. Мы здесь не можем драться, поэтому нам тут огонь. Блин! Не везет! Мне пипец как не везет! Вы бы знали, насколько у меня уровень. Я просто не вижу. Мы просто не вижу. Давайте их просто к чертям сожгем. Наверное, используем огонь и просто сожгем к чертям. За кого-то лучше? Мне не нравится. Алина Овернинг? Ну что, главное. Заминь, можно. Каждый совет. Умень. 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 Огонь нам нужно будет вернуть. Опять же, очень много големов, как вы видите. Но, держу понятно, это 19 этаж. Не должно быть мало големов. И нам они очень икорно мешают идти. Давайте его отправим в нокдаун. Пождем немножко, подождем, пока он погорит. Голем решил экспортироваться. Наивно полагаю, что ему это поможет. Космель на себя с защитой, для того, чтобы получать меньше урона. Убили голема, получили лишний опыт. А, собственно, монаха мы, скорее всего, не убьем, особенно фокусировки. Давайте поэтому от него просто убежим. Это у нас вдохновленная гнида. Которую надо быть лебельцом. Как бы она не уклонялась. У нас опять проблема со здоровьем у нашего персонажа. Он, наверное, почувствует, что он постоянно проблема со здоровьем ловит. Ну, видимо, это, блин, врожденный. Ну, как вы понимаете, алхимик нам бесполезен. Он опять закончил здоровье вместе с вами. У нас, получается, есть обезвреживание, стадо, экспортация, страх, чары. Можно, как вариант, еще улучшить себе доспех. Не знаю, насколько это будет эффективно. У рома все равно, скорее всего, будем получать. Поэтому для нас этот доспех, в принципе, не особо актуален. Наверное, стоит улучшить палочку до плюс 5. Ну, чтобы она просто держалась посильнее, чтобы у нас просто чуть-чуть больше урона было. У нас очень мало здоровья. Давайте восстановим его себе немножко. Это у нас Ганида сразу же телепортировал себе. По воле мы очень сильно поглощаем здоровье. Поэтому, ты кто? Еще один голем. Как вы видите, мы просто не попали по элементалю. Теперь у нас плотила урона по элементалю. А как вы понимаете, нам в идеале бы поражать, учитывая то, что мы с големом будем драться долго, нам нужно поражать на него уязвимость, поражать на него еще что-нибудь. Мы опознали палочку. Обратите внимание, какое количество урона у нас в письме. 18 единиц. Это прямо дохрена для нас. Для плюс 7 защиты. Это прямо очень много. Монах все-таки проснулся и ползет до нас. Давайте его сожжем чертям к собачьим. Второй монах у нас пока не увидел. Обратите внимание, 3 монаха. Как он за нами выбежал. Ай, блин, ну как вы заколебали, ребята. Четыре монаха. Вы как-нибудь видели четыре монаха? А на самом деле, что-то как-то делается все через одно место. Мне эта ситуация немножко не нравится. Количество врагов просто очень огромное. Что мне не совсем нравится. Да ты просто издеваешься. Ну вот вы сами видите. То есть эта гнида просто взяла вплотную ко мне подползла. Давайте ее в спину встанем. Получили еще одно зелье опыта несчастное. Нас опять пробили. Давайте мы используем зелье избавления. Чтобы нас голод просто не бил. Нам нужно использовать богатство хотя бы иногда. По праздникам. Чтобы возможно нам хоть что-нибудь бы выпало смогу. Собственно тут переход скорее всего. Давайте исследуем до конца локацию. Возможно вам что-нибудь еще выберут. Интересно. У нас золотый ключик. Прям как буратино. Еще один цветок улучшения. Мы можем в принципе что-нибудь еще улучшить. Рог изобилия. Вот где ты был? У меня вечная проблема была с едой и мне дают рог изобилия. Ну вот блин, ну вот как-то. Что вы понимали, рог изобилия это отличный предмет для волшебника. Потому что благодаря рогу изобилия у вас проблем с едой не будет от слова совсем. Но единственная проблема рога изобилия в том, что нам некуда его пихать. Главное, чтобы он не был проклят. И мы просто не сможем снять его. Огонь. Здравствуйте. Это еще и уклоняющийся огонь. Рог изобилия по понятным причинам нам нет смысла ставить на быстрый слог. Что вы понимали, что для нас делает рог изобилия. Рог изобилия для нас, он дает 8 ходов перезарядки палочек. То есть мы, если играем от палочек, для нас это будет очень сильно нужно. Ну вроде как ситуация начала стабилизироваться. Единственное, нам в идеале нужно бить руками. Для того, чтобы рог изобилия нам помогал. Обратите внимание, мы только что поели, у нас перезарядка на 8 ходов. Но опять же, рог изобилия слишком поздно пришел. Из-за этого мы очень-очень слабы. Но факт в том, что... А что вы понимали, что это гнидель? Обратите внимание, это гнида мне просто сейчас в лицо очень много урона напихает. Чтобы она мне не напихала очень много урона в лицо, нам нужно одевать ботинки природы и убегать оттуда. На противо мне он мне дважды впихнул в лицо. У нас ослабленная экипировка из-за того, что это гнида магическая в нас стреляла. У нас повреждение экипировки стоит, потрепанность. Сняли эту мусорную потрепанность. Нам бы в идеале просто восстановить свое здоровье. Поэтому давайте попробуем это сделать. У нас, в принципе, еще один ключ. Мы еще не открыли одну комнату. И кто? Голем. Ну, голем для нас, в принципе, не особо страшный. Единственная проблема голема в том, что на уровне присутствует вода. Что может потушить голема? Ну, голем слишком глупый. Мы много раз уже ходили против големов, поэтому мы знаем, что с ними делать. У нас 10 защиты. Я думаю, в идеале можно улучшить свою палочку. У нас присутствует следополучение. Давайте улучшим свою палочку, потому что чуть больше урона наносит. Чуть-чуть. У нас 10 заряда. Теперь, я думаю, нам хватит того, чтобы убить большинство врагов. Я надеюсь, что они живут на этом. В идеале нам получить плюс один уровень. То есть на 23-м отсюда сваливать. Ну, что, пока голема, его просто надвижим. Давайте подождем, пока он сгорит. Почему мы видим голема? Потому что у нас присутствует талант. Магическое зрение. В течение 10-15 ходов мы его просто будем лицами убить. Снимание, голем решил к нам подползти. Многие полагают, что он нам... Мы получили уровень. Собственно, не знаю, за големов дальше дают уровень или нет. Давайте посмотрим. Мы подожгли голема. Нам не дают пока очки сюда, потому что нам нужно победить следующего босса. Нам не хватает очков заряда, поэтому давайте используем богатство. Снимем и используем энергию. Как вы видите, нам не дали опыта за големов. Големы считаются на текущей локации самыми сильными противниками. Может, наверное, сильнее, но на втором месте, скорее всего, кинг-маги. Поэтому обратите внимание, голем присутствует здесь тоже. Давайте его подождем. И подождем. Это красный чемпион. Это один из самых очень опасных чемпионов. Нам просто капец как не повезло против него попасться здесь. Но у нас есть уникальная комнатка. Благодаря которой мы можем погулять вокруг этого чемпиона. Тем самым он будет получать урон. А мы будем удивляться. Потому что мы очень живы. Обратите внимание, здесь... Ой! Ха-ха-ха! Как же у вас много! Ой, блин. На самом деле, нам нет смысла. Нам нужно убивать именно голема. Почему голема? Потому что следом за ним придет чемпион. А элементаль нам помогает тем, что он нам хоть и наносит урон. Но он... Так, сейчас... Получается, нужно уменьшить получаемый урон. От магии элементаля. Как вы видите, голем очень больно бьет. Таким неволем. Это у нас получается монах. Забираем, собственно, два камня. Ой, блин. Что вы понимали, что произошло. Когда у вас надписи почта вокруг вас начинает обрушиваться. Это говорит о том, что вы через одну секунду свалитесь на следующий уровень. То есть, в нашем случае мы бы свалились на девятнадцатый. Но! Учитывая то, что я знаю, что надо делать, мы используем камень перемещения и просто сваливаем отсюда. Как вы видите, поле, которое покрывало оно, оно, грубо говоря, три на три. Тем самым наш камень, который у нас присутствует, он просто упал на следующий уровень. Нам показалось, что это камень. Если был бы не камень, упало бы что-то более объемное. В принципе, все. Нам больше опыта не дают. Поэтому для нас текущий уровень неинтересен. Единственное, нам нужно восстанавливать свое здоровье. Но, опять же, это... Что касаемо волшебства, ну, по сути, кольцо для нас бесполезное. Потому что, ну, смысл нам от него. Можно попробовать еще раз прочитать свиток. Может, что-нибудь полезное дадут. Кольцо защиты. Защита шикарное кольцо. Оно используется в прохождении без брони. Тем самым, и оно просто не даст вас добить. Вот об этом написано в самом низу. Проклятое же кольцо напротив будет владельца, более уязвимым к добиванию. Тем самым, вас просто не добивают. Это очень полезное кольцо. Оно повышает вашу выживаемость. Вот. Ну, я думаю, мы с вами на этом закончим. Собственно, всем спасибо за просмотр, кто смотрел. Следующий день мы будем готовиться к боссу. Будем, наверное, его потом пробегать. Что вообще нужно готовить к боссу, если вкратце. У нас есть алхимик на 40 зарядов. Я думаю, нам плюс-минус должно хватить. Нужно нам будет, скорее всего, поставить ярость, поставить круг, поставить ужас дополнительный. Ну, я думаю, мы это потом уже дальше разбежимся. Посмотрим, поставить именно ужас, поставить кошмар, поставить усилить, поставить вызов, чтобы нам комфортнее было. Как говорится, подготовить зелье невидимости. Расщепить можно ментально это зелье. У нас, кстати, оно во что-нибудь расщепляется. Но, опять же, это все будет уже в взор неплохо. Вот, но это будет все в следующем выпуске. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.